Во всем мире предприниматели считаются, что называется, солью наций. Их труд уважают не меньше, чем труд медиков, педагогов или спасателей. Наша страна также постепенно приходит к пониманию того, что сильный частный бизнес и сильная экономика – практически синонимы. Все мы слушали указы президента, все планируется прорыв. Прорыв не может быть без бизнеса, без предпринимательства. Я с удовольствием в этот день хотел бы поздравить как раз тех, кто начинал, кто, собственно, основоположник в современной России, современного бизнеса. Ну и, конечно, я в этот день хотел бы пожелать молодым предпринимателям, чтобы они удачно организовали свои стартапы, чтобы у них все пошло, чтобы все получилось. На молодежь смотрю с удовольствием. В этом году формат торжества был немного изменен. В нем появился элемент интерактивности. Участникам праздника были наглядно представлены ведущие производители Одинцовского района. Предприятия, чья продукция сегодня известна и востребована не только в России, но и за рубежом. Например, качественные и недорогие метизы нашего НПО «Монолит» сегодня успешно вытесняют с рынка китайский крепеж. За последние полтора года произошли серьезные изменения в жизни делового сообщества Одинцовского района при непосредственном участии торгово-промышленной палаты. И хотелось бы отметить, что к этим изменениям причастны представители как малого, так и среднего предпринимательства. Сейчас сформирован целый пул компаний Одинцовского района, продукции и услуги которых ориентированы на внешний рынок. Таким образом, мы в рамках Российской торгово-промышленной палаты обеспечиваем исполнение одной из частей майских указов президента по организации несырьевого экспорта из Российской Федерации. Глава муниципалитета Андрей Иванов внимательно осмотрел все стенды и побеседовал с представителями компаний. С реальными производителями состоялись блиц-беседы, шел обмен информацией, обсуждались варианты возможной поддержки предпринимателей со стороны администрации. Обращаясь к представителям делового сообщества, Андрей Иванов отметил большое значение бизнеса для экономики района. Хочу сказать спасибо за то, что вы создаете новые продукты, новые услуги, новые рабочие места, вкладываете деньги, инвестируете в наш район, в свои предприятия. И спасибо вам за то, что в это непростое время вы все-таки находите в себе силы и дальше двигаетесь вперед. Глава района отметил предпринимателей, внесших наибольший вклад в развитие муниципалитета, который, кстати, является признанным лидером по числу субъектов малого и среднего бизнеса. На его территории сегодня работает 8 с лишним тысяч малых и средних предприятий и более 9 тысяч предпринимателей. Повышение деловой активности позволяет району направлять больше средств на решение социальных вопросов. Именно за это, от лица ветеранских организаций, благодарность в ходе праздника получил уже сам Андрей Иванов. Уважаемый Андрей Родорович, от всей души вам здоровья, получи успехов, новых успехов на благо жителей Одинцовского района. Спасибо вам. Ну, а мы, ветераны, все, что от нас будет зависеть, будем помогать. В этом году День предпринимателя совпал с юбилеем Одинцовской торгово-промышленной палаты. Ей исполнилось четверть века. С 25-м днем рождения именинницу поздравили коллеги из региональных и федеральных структур. Предпринимательство и торгово-промышленные палаты – это неразрывно связанные понятия, будь то муниципальная палата, региональная или федеральная. Мы готовы всячески поддерживать все те начинания, которые палата генерирует. Ну, а она генерирует, естественно, с подачи своих членовских организаций, с предпринимательского сообщества Одинцовского района. Поэтому я еще раз хочу вас поздравить с праздником и пожелать вам успехов, удачи и вашей непростой работе. Помимо торжественной части, в ходе праздника прошли информационные встречи, на которых предприниматели Одинцовского района смогли познакомиться с современными банковскими продуктами и действующими мерами поддержки для регионального бизнеса. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.